Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Александр Вейс строит отношения с новенькой участницей Элен Каминской. «Мы часто ругаемся, — пишет он, — но быстро миримся, значит, мы понимаем друг друга. Она мне не безразлична». Оля Жемчугова ушла с проекта. На лобном было очень много слез по поводу этого. Ольга была резко против того, чтобы муж уходил за ней, поэтому Глеб остался на проекте. Он намерен удариться в творчество и принимать активное участие в жизни коллектива. Ольга сказала, что есть мизерный шанс на то, что они снова сойдутся, но всего лишь 10% из 100. Ольга уже сняла на время квартиру, потому что та жилплощадь, которую она выиграла, будет готова только в декабре. Глеб написал в своем блоге «Я был неправ, я был словно глухонемой и слепой. Спасибо тебе за твою смелость. Сделаю все, чтобы опять обрести счастье, счастье в твоих объятиях». На проект пришли две новенькие девушки. Одна из них, Херна, выразила симпатию Глебу. Она молодая, симпатичная и занимается танцами, все, как он любит. Еще одна девушка, 23-летняя Юля, пришла к Диме Дмитренко. А Диме никто не нужен, кроме его любимой Ольги Рапунцель. Он продолжает баловать девушку подарками, заказал букет роз. Радуйте, балуйте своих любимых просто так, без повода, как это делаю я. Когда Дима ездил домой, он собрал все свои деньги и сейчас он пустил их в оборот. Дмитренко занял Андрею Чуеву под процентой 400 тысяч рублей. Илья Ебаров подарил кольцо Кате Кауфман и сделал предложение. И, конечно же, ребята будут участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион». Ебаров рискует оказаться третьим по счету мужем, потому что Катя до сих пор не развелась. По паспорту она все еще Саркисян, девушка носит фамилию мужа номер один. А на Сейшелах, как вы помните, их с Венцем расписал представитель посольства Российской Федерации. Так что Венц ее второй муж. В перископе Катя и Илья рассказали следующее, что мама находится в шоке от их решения. В ближайшем будущем Катя привезет на проект и свою дочку, кольцо которое подарил Илья Кате шикарное с четырьмя бриллиантами. Ваня Барзиков и Ира Пинчук после завершения шоу «Дом-2. Остров любви» хотят отправиться на поляну. Сидим с Иришкой и обсуждаем возвращение нашей пары на «Дом-2», пишет Ваня. «Нам интересно ваше мнение, вы бы хотели видеть нас на проекте?» Ольга Бузова написала пост в поддержку Саши Гозиас. Как вы помните, она хотела покинуть проект из-за конфликта с новенькой Александрой Перетятькой за Костей Ивановой. Бузова пишет «Не каждый может сказать прости, не каждому хватает силы мужества осознать свои ошибки и попросить прощения. Гози, спасибо за то, что ты умеешь это делать. Как же мне хочется, чтобы вы все были счастливы и не плакали». Марина Африкантова и Андрей Чуев продолжают отдыхать и веселиться в Дубае. Марина пишет «С каждым днем остаются самые стойкие. Мы спим по 3-4 часа, и нам этого времени хватает. Нет времени даже фотки и видео выставить, а их уже столько набралось». Зрители проекта обсуждают пошлое поведение Андрея и Марины. На днях в эфире показали, как Андрей без стеснения залез в трусы своей избранницы. Марина не стала одергивать мужчину, она поддержала его, рассодорила, демонстрируя удовольствие. Большинство зрителей сказали, что эти сексуальные игрища вызывают отвращение. Ксения Собчак, которая когда-то ввела телепроект «Дом-2», в начале ноября станет мамой. Малыш появится как раз ко дню ее рождения. Рожать она будет в России, в элитной клинике. Роды там стоят около 300 тысяч рублей. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.